Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, готовим совместно с общественными организациями Одинцовского района. Совместно с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим про культурные и спортивные акции, которые готовит соответствующая комиссия общественной палаты, про развитие дворового спорта поговорим и про многие другие, возможно, подобные вещички. Если у вас есть какие-либо предложения, вопросы для вас, мы работаем в прямом эфире. Звоните. Наш телефон 508-86-84. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители общественной палаты Одинцовского района Виктор Егорович Погиблов. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Егорович эксперт-консультант, а также руководитель рабочей группы по развитию физической культуры и спорта нашего района. А также сегодня в наших гостях впервые Владимир Леонидович Казаков. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Леонидович, житель нашего городского поселения Одинцова, также нередко принимающий участие в организациях общественных мероприятий. Ну что же, первонаперво хотелось бы уточнить, Владимир Егорович, последний раз, когда вы у нас были, Виктор Егорович, прошу прощения, когда последний раз вы у нас были, мы обсуждали дворовый спорт в Одинцовском районе. Это наша тема. Да, это ваша тема, вы непосредственно лично курируете. А изменилось ли что-либо, или вы все еще работаете по этому направлению? Работаем, конечно. Здесь непочатый край можно. Если начинать, как мы начинали три года назад, допустим, в общественной палате, то это было как бы все эти мероприятия в дворовом спорте. Все они носили как бы разовый характер, да? Где-то провели одно мероприятие, второе к какому-то празднику. Сейчас уже вот в последнее время, ну, видя необходимость такой работы, и Захар Юрьевич Иванов, председатель нашей палаты, вообще общественной палаты, вот, решили организовать отдельную рабочую группу по развитию этого направления. А я так понимаю, в рамках именно рабочих групп, по вашей внутренней иерархии общественной палаты, там работать могут представители разных комиссий? То есть и сферы ЖКХ, условно говоря, откуда угодно? Естественно, естественно. Тут человека назначить это бесполезно, то есть это же не номенклатурно. Этим надо болеть этим, этой идеей, этой концепцией. Этим надо болеть. Вот почему я пригласил отца Владимира Казакова. Я его знаю давно, знакомый давно. Почему? По волейболу. Проводили мероприятия по волейболу. У них давно своя команда, они ветераны, команда сильная, они хоть любитель называются, но они играют очень сильно. Вот, спаянная команда такая. Вот. Это человек, на который я могу положиться. Вот проводить какое-то мероприятие, я ему звоню. Володь, пожалуйста, ну ладно, для тебя сделаем. И начинаем что-то мы организовывать. Опять же, во дворе проводили по волейболу несколько раз. В этот раз они не участвовали, ветераны, играли молодежь. Только у нас ко дню России. 12 июня. 12 июля, да. Решили организовать. Мы как бы, это самый, такой день, это уже я от себя приобрел сетку триколорную, цвета нашего флага, призовой мяч для ребят. И организовали, провели. Виктор Игоревич, если можно, давайте немножечко поподробнее про сам процесс организации. То есть, если вот любой житель Одинцова, например, сейчас наш телезритель какой-нибудь посмотрит, вот он решил что-нибудь организовать, провести. Сразу же в голову придет масса препятствий. Да, как людям донести эту идею, как их оповестить, как их собрать, как привлечь. Это же тоже наверняка немаловажный фактор. Наверняка должен быть какой-то призовой фонд и так далее. А вот вы, как общественный деятель, ведь, насколько я понимаю, тоже без коммерции, без интереса, скажем так, с этим занимаетесь. У вас исключительно интерес личный, практический, правильно? Вот здесь совершенно никакого личного коммерческого, корыстного. Все это бескорыстно. На то он и дворовый спорт. Это бескорыстно. Это буквально, вот где-то достаешь призовые фонды какие. Ну, что вот книги были у Солнца Михаила Викторовича, он мне все их буквально передал. Что-то там, ну, вот такое вот. Просишь, где-то что-то вот достаешь. Это как бы личные вот такие взаимоотношения. Ну, это же надо выходить на, сколько мы об этом говорим, чтобы было какое-то минимальное финансирование. На приобретение того же самого инвентаря, хотя бы спортивного инвентаря, тоже вот сетку. Это минимальные, небольшие деньги. Но они, если я пенсионер, для меня это самое накладное. Надо организовать работу так, чтобы это самое, как-то ребята сами, вот у нас во дворе, допустим, на Крылово, это самая посещаемая площадка. Вот сколько уже три года, как мы начали там организовали, вот организация там идет, и эта площадка стала самой посещаемой. Со всех, не только с нашего микрорайона, а едут со всех сторон. Вот. И там просто необходим специалист, организатор, инструктор, организатор. Там уже из этих же самих ребят выбирать можно и судей. Не обязательно должен быть профессионал. Играть непрофессионально. Вот. Тут много вопросов. Это вот летний период, да? А давайте пока на нем немножко остановимся, Владимир Леонидович. Я так понимаю, вы ведь непосредственно принимаете участие, как мы уже говорили, в организации подобных мероприятий, сами в них участвуйте. Вот, на ваш взгляд, оно вообще вот сегодня актуально? Ну, вроде вот, если так вот в целом, да, послушать, ну, конечно, почему нет? Интересно. Но многие проекты, идеи, они разбиваются о реалии какие-то. Вот в сегодняшних реалиях наших, 2017 год, Одинцовский район. Людям это вообще интересно? Они вообще отклик какой-то обратный имеют? Ну, вы знаете, сразу ответить прямым ответом на ваш вопрос достаточно сложно. Почему? Потому что это структурно, если подходить к данному вопросу, молодежь как была, она так и остается. Она должна всегда быть заинтересована. Наша задача, более взрослого поколения, оторвать эту молодежь от компьютеров, от телевизоров, вывести их на свежий воздух. Вот почему Виктор Егорович всегда говорил, три года назад, впервые интерес проявила молодежь именно к площадке на улице Крылова. Почему? Да потому что впервые мы, ветераны, перед началом этих соревнований начали организовывать эту игру и сами показали. Делай, как я, скажем так. Это наглядно, все посмотрели, всем понравилось, молодежь потом вставала в очередь, хотели с нами поиграть. То есть, моя точка зрения в данном вопросе, говорю, это для начала запустить этот процесс. И он дальше уже пойдет по всем тем нужным направлениям, как запланируют. Извините, а молодежь, вы говорите, это какой возраст? Что за ребята? Самое разное, вы даже не поверите, там ниже сетки, например, пацанята приходили, и то возьмите в команду. Есть ребята, были в выпускных классах, достаточно высокие, видно, что у них какая-то базовая техническая подготовка волейбольная была, технический прием, как подача, все-таки уже более-менее видно со стороны уже. Это уже тоже, в сторону, видать. Девчонки, не только ребята, и девчонки рвались на площадку. То есть, в принципе, заинтересованность есть. И вот еще раз тоже Григорий сказал, что необходим как бы направляющее звено, типа инструктора, может быть, на общественных поначалу, может быть, какой-то там минимальной оплаты. То есть, нужен человек, который бы в данном повел, повел вот эту дворовую команду. Почему дворовый спорт он называется? Без этого, к сожалению, сложно пойти. Ребята, они сами неорганизованы, они как вот несколько толпа такая. А если вначале задать тонус вот такой, я думаю, будет все нормально. Скажите, а есть ли такой фактор объединения людей именно в рамках двора? Я даже говорю не о молодежи, я говорю вообще о людях. Ведь мы все знаем, что в Советском Союзе, в общем-то, была такая славная, даже не то, что традиция, данность. Там все знали, кто где в доме живет. Сейчас мы многое потеряли, конечно, после 90-х годов. Многие люди не хотят вообще знать, не то, что там, знаете, инициировать что-то, а вообще даже знать, кто же сверху, снизу, а уж там в соседнем подъезде тем более. Может ли дворовый спорт, на ваш взгляд, этот вопрос как-то исправить в лучшую сторону? Естественно. Это прежде всего дворовый спорт, как волейбол, это же командная игра, это общение. Это прежде всего общение. И тут много каких-то качеств у ребят, взаимовыручка, общение. И не только после спорта они начинают общаться по другим вопросам. Ну, по-любому. Студенты, где кто учится, работает, и они обсуждают свои вопросы. Так что это самое, кто где живет, это однозначно все это узнается кто-то. А как вот мы говорим, как их объединять? Объединять, да. Здесь вот надо обязательно какое-то ядро из ребят, актив создавать, которые, ну, то, что мы даем объявление, там, афишки вешаем. А это просто позвонил одному второму, у них ядро есть, делают рассылку. Вот в этот день на этой площадке проводим, там, турнир по волейболу. Или по стритболу. Все. А потом у нас обычно что? Если мы по волейболу, это не обязательно, просто вот волейбол чистый, да? По волейболу провели, потом будут играть в стритбол, в футбол, в мини-футбол. Ну, то есть занятость народу приходит как на официальный матч, и потом продолжение допоздна. Вот. Ну, то есть, вот сейчас я хочу сказать, что если мы вот от разовых мероприятий уже подошли к более системной, система уже наладилась. Я же говорю, что у нас вот уже есть как бы, не как бы, а клуб и объединение такое. Там есть и волейболисты, и самбисты, и это самое. Ну, это все надо вот организовывать. Опять должен быть организатор, профессионал, чтобы было какое-то минимальное финансирование. Это же не просто. Дело производства тоже какое-то вести. Послушайте, у меня к вам такой вопрос, Виктор Игоревич. Мы когда последний раз с вами сидели, вот обсуждали как раз-таки и инструкторов на тех же самых, вот то, что Владимир Леонидович сейчас сказал, на общественных началах, тех же самых и так далее. Уже был этот разговор. Вот что-то вообще сдвинулось с мертвой точки? Или мы пока опять же разговариваем о том, что хорошо бы было, но пока вот не получается? Ну, пока не получается. Вот мы же думали, что это самое администрация возьмет на себя, администрация поселений в том числе возьмет на себя обучение вот этих инструкторов, чтобы... Но сейчас деньги, деньги, деньги решать все не хватает, а у нас их, по-моему, никогда не хватало. А это то, вот обращать внимание на детей, да и на взрослых тоже, это то, на что нельзя жалеть деньги. Это не такие большие деньги. Один инструктор, ну, там, ну, 15 тысяч платить ему, это покрывает многое. А с другой стороны, город Одинцово, один только немаленький, так скажем, территорий, дворов немало. Это получится, что этих инструкторов будет много, и вот этих вот фондов, условных 15 тысяч, тоже будет ведь немало. Хотя бы, вы понимаете, час есть, они и сейчас были, и сейчас есть инструктора, но они, этой работы, ее не видно, не видно совершенно. Вот, если мы говорим, вот, работа на Крылова, ее видно постоянно, может час пойти, вот сейчас, если солнышко взошло, немножко, это самое, дождь прошел. Ну, опять же, ребята, как грибы, вылезают, они тоже на площадке. А вот другая, самая, площадка, ну, адреса, да много таких. Там, ребята, если они туда ходят, по углам сидят с пивом, все. И просто, самое, вот, физически, мы говорим, вот, общественная палата, вы занимаетесь там, да, один, второй, сколько бы я ни набрал активистов, все равно они это не осилят. Для этого нужна определенная структура. Вот мы и говорили, создание единого физкультурного союза в рамках города. Это поддерживал и поддерживает наш СМР, Гусев Александр Альбертович, поддерживает ветеранские организации, поддерживает. Ну, это все, вот, как бы, это самое, ну, я думаю, все-таки сдвинется это с места. Ну, на сегодняшний день, во что все упирается конкретно, вот в чем препятствие? То есть, через Совет депутатов это не проходит? Ну, я понимаю, что до Совета депутатов пока еще не доходило это дело. То есть, даже до конкретных уже предложений пока это дело не доходит? Вот мы когда были у вас тут со спорткомитета, был представитель, вы помните, Леонидович, да, вот, говорили об этом, попытались что-то делать, но это не в их полномочиях. Это, вот, здесь надо создавать СОНКО сейчас, СОНКО, это социально ориентированные некоммерческие организации. Для того, чтобы создать это юридическое лицо, для того, чтобы создать его, это, опять же, нужны деньги, это не просто этим надо заниматься, это работа. Вот, потом эти СОНКО, на них будут какие-то там выдаваться гранты, это надо провести какую-то работу уже, вот, чтобы получить какие-то гранты, хотя бы что-то минимальное. Понятно, что ситуация непроста, и на сегодняшний день, соответственно, подобными реально, без всяких дураков, полезными вещами занимаются общественные организации, в том числе, общественная палата, верно? Да, да, да. А вот хотелось бы уточнить, Владимир Леонидович, мы с вами уже эту тему немножечко затронули, вопрос вот этого добрососедства, который подобные акции могут за собой нести. А понятно все с детьми и с подростками, они всегда тянулись друг к другу, каким-то активным, интересным вариантом времяпрепровождения. А что касается более старшего поколения, люди уже за 30, предположим, хотя бы, у них вообще есть желание вот с кем-то встречаться и, например, погонять просто-напросто мяч в дворе? Ну, расскажи на примере себя. Давайте. Я житель города Одинцово с 87-го года. За этот период, по сегодняшний день, в принципе, прошло достаточно немало времени, того же и спортивного времени. У нас создан свой, можно сказать, такой клуб, который уже на протяжении 20 лет, играем в волейбол, начинали на всех площадках школ Одинцовского нашего поселения. И на сегодняшний день мы, ввиду того, что не нашли достаточно приемлемого по цене по коммерческой спортивный зал, арендуем его в водно-спортивном комплексе «Барвиха», где на протяжении многих лет нам идут на встречу. Мы играем там по субботам с 10 утра до 12. У нас своя команда порядка 15-20 человек. Понятно, что играет в волейбол 12 человек комплект, но по той или иной причине у нас есть и молодые папы. Кто-то родился ребенок, выпадает из команды, приходит посмотреть на машине, подъезжает с ребенком на руках. Ну, интерес есть. То есть, интерес есть. У нас всегда, к нам движется народ. У нас есть и молодежь, у нас преемственность поколений. Сейчас в своей команде мы с Александром Гурьевым самые старшие остались. Когда-то были где-то на уровне начинающих. А если не секрет, вам сколько? Не полно, 52 года. 52 года. Да. И тем не менее, молодежь, которая у нас принимает участие, студенты, они в финансовых затратах мы их оградили. Почему? Ну, студенты откуда взять ему деньги? Мы оплачиваем сами. Да, это тоже зал арендуется за деньги, но приемлемое. А в Чертигороде, к сожалению, мы такое не нашли. Вот смотрите, Владимир Леонидович, вам 52 года, вы сами сказали, что вы сейчас там стражила этой команды, фактически. При этом, смотрите, очень интересно и, на мой взгляд, несколько странно, что частенько, когда говорят о спорте, вот опять же, дворовый спорт мы сегодня обсуждаем, молодежь. Молодежь – это здорово. Всем понятно, зачем надо с молодежью работать, но почему вот в России частенько, как только человек переходит какой-то барьер, там, условно, 25, например, лет, он как-то выпадает из общественной жизни? То есть всех этих людей мы постоянно видим на массовых гуляниях, на массовых мероприятиях, уровня, там, дня города, предположим, да? Но как только у нас спорт, почему-то это, ну, хорошо, если студенты, да? А где 30-летние? Где 25-летние? Вот мы просто на вашем примере видим, 52 года, человеку есть желание, и он играет. Конечно. Где все остальные? Ну, здесь, опять же, можно, да? Конечно, конечно. Здесь, опять же, человек вот 25 к 30, это молодая семья, скорее всего, уже начинаются вот эти заботы, но все равно, ребята вот такого возраста, они с удовольствием хотят заниматься. И тут весь вопрос в том, что доступности, если мы говорим, опять же, спортивный зал. Ну, летом еще более-менее можно играть на спортивных, на открытых площадках, да? А вот уже осенний, зимний период, весенний, это уже нужны спортивные залы. В чем он, к сожалению, это нехватка. Вот у нас тут рядом новый ФОК построили. Прекрасный ФОК построили. Прекрасный ФОК, да, построили. Но, опять же, он загружен, и как туда попасть, это самое, а тем более на каких-то, на льготных условиях. Пенсионеры, опять те же самые, молодежь, вот та же самая, которая достаточно сложная. Пенсионеры, хорошо, если вот рабочие, которые работают, зарабатывают нормальные деньги, они это самое могут оплатить на аренду. А люди, которые не работают, у которых, а сейчас у нас, чего греха таить, это большинство, как детей, так и взрослых, не могут попасть. Вот о чем мы говорим, о доступности. И вот сколько раз говорили, что вот таких ФОКов, это каплю моря, такие ФОКи надо строить. Вот быстро возводимые ФОКи, и самое главное, чтобы они были малозатратные в эксплуатации. Ну, это то, что мы сейчас как раз-таки наблюдаем, они появляются, и слава богу. Хотя я припоминаю, что, конечно, раньше, не знаю, как сейчас, раньше, во всяком случае, еще там в начале нулевых годов, массово имело место такое явление, как спортивные секции. Футбольные, волейбольные, хоккейные, они были бесплатными для детей, понятно, там до 16-18 лет. Не знаю, есть ли они сейчас. Нет уже, да? Есть бесплатные, в дюшах есть бесплатные, но туда обычно кто-то идет. Ну, редко, мало там малоимущих, многодетных, кого-то там берут бесплатно, да? А основной ребят, который показывает результат, и... Это уже спортсмены, настоящие спортсмены. Ну, это же спортсмены. Это не дворовый спорт. То, что в дальнейшем уже называют воспитанник школы. Да, это немножко другое. Это не дворовый спорт. Сейчас мы говорим вот о дворовом спорте и о тех тренерах, которые вот там провели, проводят, футболисты есть, они вывозят ребят, они там участвуют уже в таких соревнованиях на России. Это не дворовый спорт уже, это профессионал. Да, нечто уже совершенно другого калибра. Вы знаете, у нас кроме непосредственно дворового спорта есть довольно много дворовых мероприятий. Вообще в целом праздники дворов, в том числе, которые проводятся в городе Одинцово, я сейчас предлагаю вам. А также нашим телезрителям посмотреть, как год назад на примере одного из дворов городского поселения Одинцово подобные мероприятия проходят. Во дворе дома номер 18 непривычно многолюдно. Дети с нетерпением ждут начала праздника. Сегодня они юные пилоты, впереди у которых самые настоящие приключения. Старт воздушному плаванию дает капитан корабля. Сегодня мы с вами будем проходить множество испытаний, интересных и необычных заданий. И для этого мне очень важно быть абсолютно в вас уверенным. Заручившись необходимой поддержкой, капитан поделил участников на несколько команд. Каждая должна была посетить шесть стран. Англию, Японию, Россию, Францию, Канаду и Бразилию. На остановках дети показывали свою ловкость, меткость, творческие способности и смекалку. Она была просто необходима. Пустой листок бумажки и делаем. Маленький такой кулечек. Дай сюда платок. Убираем сюда в этот кулек. Считаем сейчас все на трех. Итак, в рядусь, поехали. Раз, два, три. Все, открываем его. Открываем, нет ничего, все пропало. Не надо, тихо. Тут же проходили мастер-классы по изготовлению поделок и украшений. Популярный у детей аквагрим только добавил веселье в этот праздник. На всей площадке царила атмосфера дружбы и взаимовыручки. Нравятся праздники двора тем, что здесь весело. Очень много людей. Можно познакомиться со всеми. Мне больше всего понравились фокусы, потому что я вообще люблю фокусы. Здесь очень весело. Мне здесь очень нравится. Здесь много подарков, клоуны здесь. Никто из участников не ушел без подарка от мэра. Памятные сувениры получили не только дети, но и взрослые, активно принимающие участие в жизни двора. Стараемся наградить сотрудников наших управляющих компаний, наших дворников, уборщиков, слесарей, сантехников, плотников, которые тоже занимаются обслуживанием наших домов. Потому что порой мы тоже, жители, не всегда знаем, кто у нас вывозит мусор, кто у нас дворник и кто у нас просто слесарь, кому можно обратиться за помощью. На праздники двора приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и места проживания. Цель таких акций – привлечь жителей к общению друг с другом. Ведь очень часто бывает, что, проживая в одном доме, соседи ничего не знают друг о друге. Что ж, довольно, правда, мероприятия интересные, все-таки время от времени проходят. Мне вот любопытно, возвращаясь к теме того, что в День России 12 июня проходил волейбольный матч, был ли какой-то, может быть, наградной фон? Вы упомянули, ну, сетку, я так понимаю, вы всему двору подарили и мяч призовой упомянули. Это личная инициатива, и это самое все больше не располагаемо финансами, так скажем. Вот сейчас мы смотрели, это главный бухгалтер городского поселения Одинцево. Вот от таких людей зависит это в какой-то степени. А вы, вот мне любопытно, подобный фризовый фонд все-таки, как-никак, а мяч. Приятно и вообще полезно. Вы это как-то анонсировали, что вот ребята, кто победит, вот ваши награды? Или это потом приятным сюрпризом стало? Анонсировал, конечно, ребят. Мы о чем говорим, вот то, что, допустим, почему нужны ребят привлекать во дворе, чтобы они организовывались вместе, все их сплочило, сплоченность была. Когда мы начали подготовку, чтобы провести это мероприятие, оказалось, что это же три дня были выходные, и в воскресный день, это было, да, понедельник, нет, понедельник, третий день, а у нас сейчас вот городское хозяйство работает в таком режиме, что в выходные дни они не убираются. И там было достаточно много мусора, бутылок всевозможных, все. Я предложил ребятам, чтобы провести, давайте-ка мы это самое, придем в порядок сначала. С удовольствием, ребята с удовольствием откликнулись, привели, собрали все бутылки там, все это самое, мешки там, все. Натянули эту сетку новую, прекрасно, повесили флаг российский. Знаете, получилось, извините, что я сприваю, довольно любопытно и в целом символично. Перед тем, как что-то построить, нужно вообще привести в порядок то, что у тебя есть и так далее. Помните, не так давно у нас проходили массовые субботники по всей России. И вот мы о чем говорим, что инструктор, организатор, если мы вот к чему идем, это же не обязательно он должен тренировать их, в том числе смотреть за уборкой. Если есть человек, который заинтересован, они слушаются. Я не хочу сказать, что там, но ребят ко мне прислушаются. Вот я захожу, даже издалека они видят, они приветствуют, они в городе уже мы как бы это самое. А здесь, ребята, это же для нас, для самих, вам приятно, в чем мусор играть, в грязи или как. Конечно. И вот сейчас захожу, там уже редко кто-то бросит. Как верно говорят, чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорятся. Да, в том числе. И вот Володя сказал, да, это яркий пример, как мы вот тогда проводили эти мероприятия по волейболу. И они, глядя на них, как они играют, профессионалам. Так это правило такое, делай, как я, конечно. Они заразились, они и сейчас уже вот ребята играют. Ну, это, может быть, это даже и не самое главное. Профессионально они будут играть, непрофессионально. В волейбол, в стритбол, в футбол или что. Они заняты, они заняты. Это вот основное. И, кстати, это довольно вообще полезно для морального, этического воспитания гражданина. Потому что, смотрите, ведь, как показывает практика, многие протестные, например, настроения, недовольства у людей возникают зачастую у тех, которые особо ничем и не заняты в жизни. Как правило, человек, который действительно работает, зарабатывает, неважно, мы о деньгах сейчас говорим, об опыте. Да даже дело не в детях, они, как правило, вообще особо не тратят свое время на недовольство какими-то глобальными, знаете, такими, особо нам не подластными вещами, политическими, там, дрязгами и так далее. Святослав, знаешь, и отношения жителей, вот, близ лежащих домов, которым мешали, вот, они там кричат, они допоздна играют, все это, сейчас поняли. Лучше они будут играть в баскетбол или во что-то там, кричать, но там нецензурщины нет. Это лучше, чем когда они там всю ночь напролет с пивом, а когда с пивом, там, естественно, песни, там, другой лексикон, там, все это само совесть. И косвенно это же ведет к чему? Это и расписанные подъезды, это и разбитые какие-то входные формы, это изгаженное и, в общем, испятнанное место, где мы живем. Да, естественно, да. И вот, чтобы уповать нам на кого-то там наверх, давайте начинать вот снизу. Себе. Но для этого, для этого нужна обязательно поддержка. Это надо закладывать в бюджет. Мы уже говорили об этом, Лариса Евгеньевна Лазутина это поддерживает, Одинцова Татьяна Викторовна поддерживает уже. У нас были несколько совещаний с ними, они поддерживают. Ну, где-то, наверное, я вот недорабатываю, скорее всего. Потому что, ну, один, вот распыляешься, не распыляешься, а вот на эти мероприятия. Одно, второе, третье обязательно. Вот в социальном центре очень много. В социальном центре там много, ну, скажем так, сейчас вот с первого сентября группы самбо, группы здоровья, по волейболу, опять же, эти самые, не будет хватать времени в спортивном зале. Для этого надо где-то опять, или в этот фок проситься, чтобы нас пустили. То есть желающих заниматься очень много. Желающих заниматься. И вот один социальный центр, Гребневский, он, а там же бесплатно, и все стараются туда идти. А он ни резины не примет. Надо помогать. Виктор Григорьевич, а это, я так понимаю, ваша совместная акция с заблагочением нашим? Конечно, 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 да. С заблагочением. Ну, такие моменты, их нужно освещать, конечно, и о них нужно как можно больше говорить, согласность. Я, конечно, не могу себе представить даже отдаленно ответственность, которая лежит на наших администрациях, Одинцовского района и так далее, потому что люди работают по самому широкому спектру вопросов. В общем-то, по всем вопросам, которые есть в Одинцовском районе, это нужно понимать. И на фоне всех сложностей, проблем, конечно, нелегко увидеть потребности, например, в дворовом спорте. Если, я думаю, у людей массово на уровне дворов, на уровне общественных организаций пойдет вот этот вот, ну, не крикаешь на помощь, но призыв. А давайте попробуем, нам это нужно. Я думаю, что и со временем ситуация возможно изменится. Мы говорили о том, что вот надо создавать вот эти клубы по микрорайонам хотя бы, и вот здесь мы все собираемся. Но все-таки, наверное, мы добьемся того, чтобы спортивный клуб в микрорайоне, это же не просто только заниматься спортом. Это в том числе помощь в уборке, помощь в реконструкции вот этого спортивного сооружения. Обустройство. А не в словом, обустройство. Обустройство, хотя бы в сохранности, хотя бы в сохранности. Если ребята будут, они играют, что они будут знать, что это наше, все, никто, где-то что-то, вот сетка порвалась, мы можем заменить. И это имеет большой, даже основополагающий момент здесь, это воспитание, духовное воспитание. Вот мы говорим, мы хотели возвратиться, или точнее подойти к Суворову, да. Но мы, к сожалению, уже сегодня не успеваем, Микригорович, уже заканчивается. Ну, мы говорим о, ведь Суворов, он же говорил о занятии, тогда не было такого занятия, спортом, да, физкультурой. Занимались физкультурой, были народные игры. Вот что нам надо развивать. Конечно, из этого со временем и ярмарки вышли, и многое другое. Виктор Егорович, у нас, к сожалению, уже заканчивается время. Спасибо, что вы к нам сегодня приезжали, Владимир Леонидович. Вам также спасибо за вашу работу. Очень приятно. В следующий раз, когда мы с вами увидимся, я надеюсь, что у нас уже будет, ну, во-первых, это уже будет общественная палата нового созыва, и я надеюсь, что что-то может быть изменится, даже в лучшую сторону, больше мероприятий, больше акций. Уже меняется понимание в администрации, есть понимание, нам надо... Главное, что вы вместе с ними работаете. Нам надо не отпускать, потому что забот в администрации, как мы говорим, у них очень много, и надо... Ну что же, повторюсь, спасибо, что вы к нам сегодня приезжали. Спасибо, что пригласили. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о дворовом спорте, об акциях комиссии, которая занимается культурой, спортом, туризмом, а также конкретно о работе рабочей группы, которая занимается этими вопросами. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи, и там же есть адрес электронной почты, на которую вы также можете присылать свои письма. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи.